С начала пандемии в подмосковном общественном транспорте действует правило профилактики коронавирусной инфекции. Тщательная санитарная обработка салонов автобусов является обязательной. Это проходит как в ночное время, так и водителям в межсменное время не реже, чем раз в три часа, либо после каждого круга рейса. Как правило, это проходит на конечных точках. Станция Одинцова, Парк Победы. Некоторые водители заезжают в гараж, у кого разрыв более длительный, и делают это здесь. Геннадий Константинович сегодня работает на 339 маршруте, курсирующем между станцией Одинцова и Парком Победы. Ему 49, по образованию инженер-механик, но осознанно выбрал профессию водителя. В МОЗ Трансавта работает с 2013 года. К пассажирам всегда относится с позитивом и улыбкой. А к их безопасности, в том числе эпидемиологической, весьма серьезно. Берем дезинвестирующие средства, брызгаем, проходим с тряпочкой. Все полностью, и ручки, и корочные, торпеду, естественно. Нормально так каждый день стараемся, пока пандемия. Общественный транспорт в Подмосковье продолжает работать, несмотря на объявленные выходные дни. Хотя небольшие корректировки в расписании все-таки есть. Мы работаем сегодня по режиму воскресного дня. Конечно, мы отслеживаем пассажиропотоки. Вот на 442 маршруте Краснознамец-Москва мы все-таки скорректировали по будням, потому что на самом деле пассажиропоток там большой. По просьбам жителей из-за увеличения пассажиропотока может быть изменено расписание и других маршрутов. Ведь на первом месте у автотранспортного предприятия комфорт и безопасность пассажиров. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.